Для тех, кто еще в облаках летает, считает, что все для нашего блага, радуется, что уже в подземельях будет прекрасная связь, они тыкаться смогут круглосуточно в свои любимые смартфоны, я скажу, а такие есть, таких все-таки процента 3-4 населения до 5 доходят, это и понятно. Есть сведения о том, что в марте-апреле массово по территории России меняли оборудование на вышках 4G и так далее. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, что вы здесь хотите устанавливать? Новая экспериментальная, вам нужна честь, у нас будет испытываться 5-4 оборудования. Да вы что? А нам этого не надо, у вас есть согласование, где вы будете это ставить? Это коммерческая тайна, компанию Huawei. Да? Да. Почему нам вот это безобразие здесь хотите не поставить? Что это такое? Да какой оператор-то, какой сотовый? МТС. МТС. От МТС, что ли? От МТС. Что я хочу сказать, вот это видео я сейчас записываю из Пушкинских гор, где у меня хозяйство, я там живу сам. Значит, у нас здесь 3G, несколько лет назад поставили антенну, сейчас ее на алюминиевую большую заменили, оттуда идет провод в роутер, в роутере отключен, разумеется, проклятый Wi-Fi. Оттуда идет провод в свитч, и свитч идет за 100 метров в другой дом, вот где я сейчас записываю, где тоже свитч, и уже на комнаты распределения провода. У меня 80 мегабит в секунду на прием и 40 на отдачу с 3G. При правильно установленном оборудовании все проводной интернет, компьютер подключен к проводному интернету, как это было всегда. И вреда здесь нет, ну кроме самого излучения монитора, а тут защита есть. Но дело не в этом. К чему я это говорю? Нормально можно жить, работать, смотреть интернет, видео, что хотите, но через компьютер, проводной интернет дожили. Сейчас уже за чип будут радоваться некоторые отморозки. И знаете, что меня еще бесит? Многие пишут, которые типа считают себя разбирающимися физики, радиоинженеры, что все это глупость, все это бред, ха-ха-ха, глумятся дебилы. Я хочу сказать таким. 3 января 2020 года первое видео у меня на канале в ютубе в этом 2020 году вышло, называется «Даешь 5G Wi-Fi в каждый мозг?» Ну, для дебилов. Ну и вот 100% факты, вреда сотовой связи и, главное, дегенерации людей. Зомби. Значит, там, если вы откроете, нажмете еще, а посмотреть я вам это категорически советую. Просто категорически. Во-первых, потому что там факты. Когда Тюняев дошел, мой коллега, до Совета Федерации с депутатами, с разными членами разных комиссий, куда приглашали академиков и так далее, где полностью было доказано пагуба и вред, подтверждены данные советских времен, вот этих ВЧС-ВЧ-излучений, влияние их там и так далее. Вы поймите, дорогие друзья, вот кто еще этого не понимает, что речь идет не про то, что нагрев тепловой, вот про что физики говорят, любят, и, мол, с этой точки зрения это все не опасно. Речь идет про модуляции, про то, что вот эти колебания сверхвысокочастотные входят в резонанс с колебаниями наших клеток. И вот возникает резонанс, который разрушает клетку, который меняет процесс деления клетки. Нарушения возникают, аномальные деления клеток. Это приводит к раку, безусловно, и гарантированно, однозначно, и это доказано полностью научно. В этом же видео вы увидите, если не смотрели вы еще, как, например, в США сенатор один пригласил себе комиссию, кто вот за установку в США в этом штате отвечает за 5G. Он их как мальчиков там размазал, молодец, есть люди, он говорит, как, вы предоставьте данные о безвредности, проводились ли исследования какие-то независимые о безопасности? Нет, сенатор, нет. Он говорит, я правильно понимаю, что эти вышки будут низко, их будет много, чтобы была вот эта мощнейшая сверхвы. Да, правильно, сенатор. Короче говоря, речь идет вот про эти резонансные разрушительные воздействия, про эти модуляции, вот о чем речь. И теперь под этим видео, если вы нажмете еще, откроются ссылочки. Значит, ссылочки. И первая из них такая. Чего не понимают, не знают физики, конкретно обращение к физикам и умникам, вот которые за 5G, что это безопасно, за Wi-Fi и так далее. Дальше идут важнейшие фильмы, основные, чтобы вы эту тему могли глубоко изучить. Там же есть, пожалуйста, доклад Тюняев в Совете Федерации о 26 октября 2017 года. Краткая видеопрезентация с демонстрацией экспериментов. Там и так далее, и так далее. Короче говоря, кто захочет ставить веские 5 копеек в защиту 5G и электронного концлагеря, пожалуйста, посмотрите это и попробуйте аргументированно. А если вы сможете доказать безвредность 5G, 4G, то лично я вам выплачу миллион рублей. Вы можете написать на любой наш сайт, свяжемся, встретимся вот с Тюняевым, приведите с собой любых ученых, академиков и попробуйте это доказать. Ну, конечно же, все для нашего блага делается. Не так ли? А зачем нужны 5G вообще правительствам и так далее? Ну, а подумайте сами. Вы представляете, какой объем информации можно будет передавать, тем более вышки будут вот там в 50-100 метрах друг от друга, там и так далее, 300. Вы представляете, какой объем информации за единицу времени? Можно будет идеального качества видеоизображения с высочайшим разрешением лица каждого человека, отслеживать все, что сейчас еще не позволяет скорость передачи, отслеживать и провода, куда нельзя протянуть и так далее. Конечно, начнется все с крупных городов, но потом доберутся с этими вышками и до деревень, до малых. Контролировать-то нужно все. Ну, а потом, говорят, даже есть технологии, можно и с аэростатов это делать, чтобы охватывать огромные территории, где невозможно поставить вышки по каким-то причинам. Так что доберутся до всех. Мы, вообще-то, граждане свободные или нет? Неужели не в наших силах потребовать объяснений, потребовать это пресечь, как когда-то это было сделано с ГМО, не пустили к нам в страну? Все-таки многие люди на борьбу, на защиту с этим встали. Но, тем не менее, лоббисты находятся и там. Некоторые спросят из вас, а как же они что, дебилы, не понимают, что они опять же сами не скроются? Во-первых, некоторые из них конченые дебилы. Это, безусловно, повлияли последние 30 лет нашей жизни на то, что многие, в том числе и в правительстве, и там где-то в комиссиях, стали дебилами. Потом, не исключено, что есть средства защиты у них лично персональные. О персональных средствах защиты подробно вот в этом видео. Под ним тоже даешь 5G в каждый мозг, потом посмотрите. Сейчас не буду, а то скажут рекламу, еще что-то. В любом случае, от 5G, в полной мере, как и от Wi-Fi воздействия, не скрыться, если вы находитесь в радиусе, так сказать, поражения. А это именно так. Поражение, в радиусе поражения. Это боевое оружие, по сути дела. Эти технологии. Да, с помощью них можно быстро по интернету шляться. Но стоит ли это того? Я уж не говорю про генетику. А ДНК это тоже антенна. Тоже антенна, принимающая и ретранслирующая микроантенна. И как этими сверхвысокочастотными источниками излучения убивается клетка ДНК, мы подробно в 10 видео с Тюняевым подробно эту тему раскрыли за несколько лет. Поэтому, чтобы контролировать людей, чтобы контролировать любые процессы и, скажем, рождаемость, смертность, чтобы контролировать отупение людей, а такими людьми управлять очень легко и просто. А это главные задачи глобальной мирового правительства, безусловно. В Питере убили 160 тысяч детей. У беременных женщин погибло 160 тысяч нерожденных детей. Женщины были здоровы. Отцы детей были здоровы. Причина – облучение сотовой связью. В Америке Конгресс рассматривает БИЛЬ-637. Исследует связь. Вывод. У детей рост онкологии от мобильной связи. В Швейцарии. Доктор Шайнер озвучил выводы доктора Карлу. Компании замалчивают о результатах исследований, вывод которых мобильная связь приводит к онкологии. В 2012 году глава Роспотребнадзора доктор наук Геннадий Онищенко подписал методические рекомендации, вывод которых – мобильная связь приводит к онкологии у детей. В 2018 году экспертный совет Комитета по социальной политике опубликовал доклад о ситуации с мобильной связью, вывод которого – старение населения, рост онкологии. 2019 год – конференция специалистов по гигиене и радиобиологии, вывод которого – мобильная связь приводит к онкологии. Вам мало? Родители, покупая телефон детям, вы наносите вред здоровью своего ребенка. Не совершайте преступления. Расплата уже наступает. Страна вымирает. Мы должны остановить беспредел. Все должны знать – мобильная связь приводит к онкологии. Что предлагают некоторые люди делать? Звонить всем, кому небезразлично. Звонить дежурным по области, по району, по вашему населенному пункту, какому-то региону, ФСБ дежурному, МВД. Подавать заявление о том, чтобы не допустить страшных преступлений, которые сейчас делают. Данные, которые доказывают вред сверхвысокочастотных источников излучения, высокочастотных, есть неопровержимые, абсолютные. С советских времен это известно. Под видео вы здесь найдете. Внимательно посмотрите все, что там есть по видео и по текстам. Ссылки на тексты там тоже есть под этим видео. Найдите в интернете, кто собирает петиции на эту тему. Помогайте. Посылайте это видео, чтобы люди хотя бы задумались вот это, которое вы сейчас смотрите всем своим знакомым и близким. Привлекайте внимание людей. Ну пусть они хоть начнут разбираться и думать. Страусы в песок голову засовывают и вот это наша позиция. Кому будет от этого лучше? Или вы думаете это все ерунда? И шутки такие. Это безвредно, это нас. Как-нибудь обойдет русская авось. Как-нибудь что-нибудь может быть авось небось пронесет. Да нет. Все. Прошли те времена. Авось небось. Мы так на одно авось среагировали, на другое небось. Ну и берут и закручивают гайки. За нас решают, что нам надо, а что нам не надо. Надо вам это? Голосуйте под видео. Давайте посмотрим, сколько будет лайков в процентном отношении, сколько дизлайков. Как люди, люди, граждане голосуют. Будьте активными членами общества. Выражайте свою активную гражданскую позицию. Не будьте вы глупцами. Слишком серьезная тема. Ну еще кое-что вам скажу. И так Ильдар некий, вот мой зритель, прислал мне письмо. Мол, посмотрите вот эту статью. Типа она опровергает все, что мы говорим с Тюняевым. Ну я посмотрел, я даже послал ее Тюняеву. Но он не пожалел время. Потратил очень много. И специально дал ответ. И так. На моем блоге youfrolov.blog. Вот он. А под данным видео, которое вы сейчас смотрите, будет ссылочка тоже. И так вы попадете сразу на эту страничку, которая сейчас на экране передо мной. Там это письмо называется «Разбор статьи. Разрушение мифов Wi-Fi не убийца». Типа того. Они вроде бы якобы доказывают. Прочтите эту статью, дорогие друзья. И подумайте, какие доказательства привели те, причем неизвестно кто. Это безымянное некое, не пойми что нечто. И вот дальше Тюняев подробно берет прямо фразы, прямо вот подробно, которые произносят эти люди, кто написали данный текст и отвечает на них. И вот мы нажимаем там «Вложение». Синими буквами написано. Нажимаем и попадаем. Я просто сразу открою эту страничку на эту страницу, где все сначала начинается и до конца. Футурист какой-то, некий сайт там, футурист. И вот на нем четко. Их слова – опровержение. И вот Тюняев не поленился и приводит здесь, помимо своих слов, доказательства в виде научных трудов, исследований. Вот он пишет про те исследования, которые велись уже более 50 лет в советских времен, начиная, что электромагнитное излучение убивают и так далее. Вот. «Фундаментальное исследование о вреде электромагнитного излучения». Пожалуйста. Сколько тут ссылок? Более чем 400. Я вот сейчас прокручиваю. Смотрите сюда внимательно. Внимательно смотрите. Я прокручиваю все это. Ну и дальше, и дальше, и дальше последующие слова. И вот, пожалуйста, монография Зубарева приводится. «Конференция радиологии гигиены неионизирующих излучений». Пожалуйста. И так далее. Ну а все остальное, дорогие друзья, еще раз говорю. Под этим видео будет очень много серьезных ссылок. Это всего лишь одна из них. Итак, изучайте. А те, кто выпендривается, особенно дебилы малолетние, не все малолетние люди дебилы, естественно, а те малолетние дебилы, которые нам пишут, постоянно приходится стирать. Спам попадают. И там специальные слова ввел в Ютубе, чтобы они дебилы не могли опубликовать. Их приходится десятками каждый день стирать. Ну такой бред пишут. Причем никто, никто не привел доказательств. Пожалуйста, свобода у нас есть. Давайте. И попробуйте докажите то, во что вы верите. Миллион рублей ваши. Ну что ж, вам деньги нужны, молодые болтуны? Пожалуйста, давайте. Я понимаю, что люди в возрасте, ну, единицы из тех, кто пишет ахинею. Причем как пишут. И ники их все вот эти идиотские, там ни одного имени, фамилии. Все набор букв какой-то. Трусы поганые. Вот попробуйте доказать, что это все, это ложь. Но это невозможно. Это просто невозможно. Но хотите, пожалуйста, у вас есть возможность заработать деньги. Все. Договорились. Идем дальше. В общем, дорогие друзья, изучайте эту тему быстро, немедленно. Сейчас же серьезнейшим образом реагируйте. Давайте не дадим свершиться этому беспределу. Мы этого не хотели. Большинство из нас, вот давайте посмотрим. Давайте это проверим. Делайте репосты. Выражайте свою гражданскую позицию. Давайте скажем нет вот этому ужасу. Этому электронному геноциду. Прекрасно работает сотовая связь и на 3G. Я уж не говорю про 4, хотя это тоже безумно вредно. Но 5G несет в себе гораздо худшее, чем все остальные предыдущие. Прекрасно работает интернет по проводной связи. Меньше тыкайтесь в этих чертовых смартфонах. Нужна вам связь. Нужно поговорить с близким. Телефон кнопочный, обычный, менее вредный. Ну уж совсем не может. Сну для работы. Что-то срочное. Понятно. Но не стать рабом этой проклятой штуки, неужели это не человеческий выбор? Или вы уже не люди, а зомби. Ну есть такие. Сейчас такие воспитываются. Целенаправленно. Таких много. Это страшное дело. Просыпайтесь. Поднимайтесь. Вот, кстати, видео такое есть. Тоже ссылочку дадим. Называется «Мужики разобрали упавшую вышку 5G где-то под ангарой после бури». И что оказалось внутри, как там мужики принесли блок домой, посмотрели, вскрыли. Там были радиотехники, платы. Попробовали, проэкспериментировали, включили. Что стало происходить? Происходить. Имейте это тоже в виду. Как говорится, лучше перебдеть. Не так ли? И уж тема больно важная. Жизненно важная. Дорогие друзья, все. Значит так. Здравомыслие вам. Разума. Логики. Переборите в себе идиотские желания, у кого они есть. Постоянно тыкаться на сверхвысоких скоростях, чтобы за миллисекунды уходили видео, какие-нибудь там фото, к чему все это идет. И помните, для чего это нужно глобальным управленцам. Все. А вы их винтики послушные будете. Ну, правда, сами того будете и не знать. Это называется, кстати, беструктурным методом управления. И вы управляемые люди. Хотя думаете, что вы управляете своей судьбой и жизнью сами. Но это не так. Итак, здравомыслие. До новых видео. Всего вам хорошего. Надеюсь на вашу поддержку для нашего общего будущего и будущего наших детей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok